Рецепт лучшего отдыха, который придется по душе детям и взрослым представителям любого пола и рода занятий, создали в клубе молодых инвалидов «Грани». Год ребята завершают встречи с кондитерских дел мастером из столицы – Аллой Шаховой. Шоколатье рассказала ребятам, чем полезен какао-продукт и как сделать конфеты вкуснее, чем в магазине. Для приготовления самой питательной и сладкой плитки нужны только натуральные ингредиенты – какао-бобы и масло. Ничто не проходит бесследно. Каждый такой мастер-класс дает в каком-то смысле профориентацию. Ребята могут выбрать, что им интересно, что им будет полезно в жизни, что они могут применять. Мы стараемся, чтобы каждый мастер-класс был именно практикоориентированный и полезный. Полезный для будущего. Ингредиенты необходимо растопить, но не кипятить. Температура плавления бобов чуть меньше 40 градусов. Затем перемешать с какао-маслом и добавить по вкусу подсластители. В качестве дополнения можно использовать сухое молоко, сгущенку, фрукты. Вкус отличается. Мы делали с имбирем, мы делали с сушеной вишней, с кишью делали. Вот у нас много всяких разных вкусов с чищенными семечками. Самый вкусный, конечно, который был без добавок к эрабу. Шоколад, который там продается, там только другой. Это отличается продукты. Вот этот шоколад лучше, чем тот. Современный магазинный шоколад имеет мало общего с продуктом, который полюбили европейцы после триумфального возвращения Колумбы и открытия американского континента. Автор мастер-класса приподняла для ребят из Граней завесу тайны над производством в домашних условиях полезного лакомства, без консервантов, ароматизаторов, пальмового масла. Я даже не заметила, что это особенные дети, потому что они очень внимательно слушали, вопросы задавали четко по делу. Они совершенно все понимают. И одна из девочек просто даже помогала. Она полностью сделала процесс, потому что мы делали три вида шоколада. И я одна, мне одной было сложно. И одна из девочек просто полностью сделала и сама разлила по формочкам. Пользу шоколада сложно переоценить. Он поднимает настроение, улучшает память и даже укрепляет иммунитет. И это если его просто есть. А уж если готовить, к этим плюсам добавятся еще сотни. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.